Всем привет! С этого семестра мы с Настей практически каждый вторник завтракаем вместе. И в выходные я подумала, что это будет чудесная идея рассказать вам про лучшие места для завтрака, показать вам, где мы завтракаем, и еще задавать вопросы Насте, и мне тоже задавать вопросы, которые меня интересуют. Так что добро пожаловать в The Breakfast Club! Итак, мы в Венди Кофе. Что мы скажем про сырники? 1325 рублей, это нормальная цена для сырников. Средняя где-то 190, наверное, да? Все еще тут из завтраков панкейки с соленой карамелью, рисовая каша, овсяная каша, творожное суфле, яйца, скрэмбл пошел в глазунь, не французский омлет, и кофе, холодные напитки, чай и еда. Также можно взять сер. В принципе, обычное нормальное меню, парусценка, может, чуть дороже, чем мы до этого кушали. Согласна? Нет, не согласна. Нормальная цена. Нормальная цена? Нормальная цена. Нормальная цена. Итак, вот наша порция сырников. Ну, это порция Анастасии. Спасибо. Три сырника, сметана, колубинка, варенье, персик. Слива. Слива? Слива? Это слива? Слива. Ну что, ты готова? Да. Оценить. А, подожди, подарок. Сегодня у нас необычный завтрак. Потому что сегодня у нас возрождение. Это было 11 августа. Несколько месяцев. Не важно, что сегодня 1 ноября, не важно. Наших душах все еще лето. Вот. Ну, я не знаю, как тебе дать, чтобы ты или яблоко доставали? Да, хочешь? Ну ладно, на, доставай. Спасибо. Какое тяжелое. Он без сахара. Он вяленый. Спасибо. Сумасшедший. Твое первое впечатление? Очень вкусно, они с цедрой. С цедрой? С цедрой. С цедрой, да. Цедра – это парочка, агрессивная. Я знаю. Ну, я знаю. Ну, как? Фэшн с цедрой. Фэшн с цедрой? Так, мне кажется, они недопечные. Не знаю, они вкусненькие. У меня они соровато на мере. Ну, так вкусно. Все. Так, ну давай кофе. Кофе с узором. Прошу заметить. Тверху же не садал. Сколько баллов? 10. 10 из 10? Класс. У меня смуся. Настя, что для тебя – день рождения? И что ты больше любишь – дарить подарки или получать подарки? Однозначно дарить подарки. Почему дарить? Потому что я люблю удивлять людей, дарить им то, что... Дарить им то, что они хотели, но, может быть, забыли даже об этом. Смотрите реакцию. Смотрите реакцию. Люблю эмоции, которые я получаю. Хэппи бёздэй, хэппи бёздэй, хэппи бёздэй, Арина, туйю. Когда вижу реакцию людей. Получать подарки – это очень мило и трогательно. Ну, всё-таки я больше не буду говорить. И что для тебя – день рождения? Это грустный праздник или наоборот? Ты всегда радуешься. Люблю фигня. Не знаю, смешный праздник. Тебе хочется плакать, когда тебе 20? Нет. Все мы это умеем. Я очень долго поздно к этому отношусь. Ты спокойно относишься к своему возрасту. Ты не против, что я упоминаю твоего возраста уже третий раз? Нет, не помню. Я ещё не 10, чтобы закрывать хоть. Я думаю, что уже не 10, а тоже не буду закрывать. Спасибо за ваш ответ. Пожалуйста. Алина, что для вас день рождения? Ещё один год прошёл. Это грустно или радостно праздник? Ну, я как. Как ты относишься к своему возрасту? Не 20. Ты хочешь плакать? Всего-то идут. Я уже... Нет, ну... Когда такие серьёзные даты, мне почему-то становится грустно. Когда мне было 16, я была пособие плохо. Кем ты себя видишь через 10 лет? Я вижу себя успешной женщиной. Что для тебя здесь занятия успешной женщиной? У меня есть свой бизнес какой-то. Я фрилансер. У меня есть дом. Муж. Дети. Дети. Ребёнок. Один пока. Ну, два можно, ладно, два. Я живу в домике у моря. Страна? Далеко от города. Страна. Не знаю, страна. Каждое исключение мы собираемся вместе с своими друзьями и родителями. Ты живёшь в другой стране? Да, но я их с собой возьму. Тебя тоже возьму. Ну, и ты меня возьмёшь. Всё на базе. Да. Всё? Нет, ты ещё не спросила другой вопрос. По патрусту. А, ты бежда лить или получать? Лить и получать. Наверное, в одинаковой степени. Потому что, когда я слышу, когда кто-то что-то говорит, что он хочет, даже когда у него нескорый день рождения, я сразу же записываю заметки. И потом, когда приходит время, я или спрашиваю, что ты хочешь, или закажу заметки, смотрю, что там, какой достойный у меня собрался на человека. Ну, и получать я люблю, конечно же. Люблю получать подарить. Ты, кстати, должна будет подумать о своём телене имени. Телене имени? Котику. Котику. Это котик или мужик? Это... Котик. Котик Ярик. Эрик? Ярик. Ярик? Котик Ярик просто? Да. Ты же, котик Ярик. Ты хотела, чтобы я назвала его Алина? Кто знает. Итак, Настя, наш завтрак закончился. Наш пятый завтрак. И в целом... Да, ты считала, сколько их было? Да, 4 до этого. Из 10, сколько ты даёшь баллов? Поставлю 9, то это же потому, что мы побывали не на себе кофе или вечера. Вдруг что-то будет лучше. То есть ты считаешь, что это было одно из лучших мест, в котором мы были? Да. Что насчёт тебя? Я поставлю 8, потому что мне всё-таки показалось, что сырники были немного недожарены. Потому что они были сыроваты внутри. Ну, мой сырник конкретно. А так, мне тоже очень понравилось. Кофе я не пробовала. Но я поставлю 8. Всё? Энди-кафе. Приходите. Энди-кофе, 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 Энди-кофе. Как красиво, как красиво.